Всем здравствуйте! Я думал, это будет с видео, но первый семинар будет без видео. На этих семинарах по информатике мы в основном поговорим о языке Си. И давайте начнем с простых вопросов, вроде «Как зовут преподавателя?». Меня зовут Владимиров Константин Игоревич. На этом слайде есть вся информация. Я также всю эту информацию продублирую в чат. Все слайды курса будут выкладываться. Сейчас на этой странице лежат несколько старые версии. Я, когда начну выкладывать, буду выкладывать новые версии. В основном, я лично, когда буду рассказывать про язык Си, показывать какие-то примеры, я буду использовать консоль под VSL. VSL – это Windows Subsystem for Linux. И давайте поговорим о том, как я буду вообще демонстрировать код и все остальное. Вот смотрите, как это выглядит. Вот у меня есть VSL-ная консоль. Давайте я ее сдвину сюда. Так, все видят консоль? Да, все, я слышу, звук идет. Класс. Значит, смотрите, допустим, hello.c. Я это делаю, не устанавливая специально Linux. Если кто-нибудь из вас хочет установить Linux, я ему только рад. Я этому. Но если вы не хотите устанавливать Linux, то вы можете пользоваться VSL. После чего я буду в редакторе Vim набирать программу, любую. Вот, например, программа Hello World. После чего я буду эту программу компилировать с помощью компилятора GCC и запускать прямо здесь в консоли. Я не настаиваю, чтобы вы это делали. То есть вы можете пользоваться вашим любимым текстовым редактором, вы можете пользоваться вашей любимой средой разработки, если она у вас есть. Вот. Но если вы потихонечку начнете тоже осваивать такого рода консольные приложения, я почти обещаю, что вам будет проще. Потому что вам потом будет проще ее отлаживать. И если вы точно понимаете, как вы ее скомпилировали, вам будет проще ее компилировать. Вот. Как установить себе под Windows VSL? Это очень просто. Вы заходите в контрольную панель, в программы и компоненты. Мы с вами, вот когда вы начнете сейчас уже сами это пробовать, мы с вами попробуем у тех, кого заинтересует, это сделать. Щелкаете там «Включить под систему Windows для Linux». После чего идете в Microsoft Store и устанавливаете оттуда Ubuntu 22.04. Вот. И давайте поговорим о простейшей программе на языке C. Благо я ее только что написал, и мы ее даже только что запустили. Это программа HelloWorld. Давайте посмотрим, все ли мы понимаем в этой программе. Итак, первым идет, кто ответит что? Что такое решеточка include? Подключение файла – это то, что делает решеточка include. Что это такое? Правильно, это директива препроцессора. Директивы препроцессора языка C начинаются с решетки. Препроцессор – это то, что, я извиняюсь за каламбур, препроцессирует программу. То есть то, что запускается до того, как программа начнет компилироваться. В данном случае он включает заголовочный файл stdh, где находится объявление функций. В языке C любая функция должна быть сначала объявлена, потом использована. В данном случае я подключаю stdh, чтобы там было объявление какой функции? Printf, спасибо. Дальше int main и дальше тело функции. В языке C любая программа, вы видите, кстати, лазерный указатель, да? В языке C любая программа начинается с функции main. Функция main – это ваша точка входа. На самом деле, во втором семестре, когда мы будем говорить об ассемблере, я покажу вам настоящую точку входа в L-файл. Но пока что для вас точка входа – это функция main. И у функции main есть тело функции. Все, что внутри фигурных скобок. Функция main – это единственная функция, в которой return можно не писать. И поэтому я в консоли в ней return не писал. В остальных функциях return писать нужно. В main return написать можно, это не ошибка, это просто необязательно. А вот этот printf hello world – это вызов функции printf, которой мы передаем аргумент hello world. И я надеюсь, сейчас у нас начнется практическая часть, что вы все начнете с того, что каждый из вас просто напишет эту функцию. То есть первое задание – это просто написать функцию hello world. Вот просто для себя. Скомпилировать, подозвать меня и Марка, и показать мне, что вы это сделали. Что вы скомпилировали как-то. Как-то скомпилировали и как-то запустили. Мне все равно, как вы это сделаете. Вы можете написать ее в notepad++, вы можете написать ее в VS Code. А принесите мне результат. Итак, давайте поговорим чуть-чуть о функциях в языке C. Замечательно. Давай сразу, сходу. Я уже начал, поэтому просто подрубим видео в тот момент, когда оно начнется. Итак, у нас наконец-то включилось видео. Всем еще раз здравствуйте, на этот раз на видео. У нас есть объявление функции, и объявление функции задает сигнатуру функции. То есть типы аргументов функции, тип ее значения. Язык C является не очень сильно, прямо скажем, слабо, но типизированным языком. У каждой переменной в языке C есть тип. Мало того, в отличие от Python, например... Кто из вас, кстати, знает Python? Во, очень хорошо. Python – прекрасный язык. Просто мы о нем не будем разговаривать. Но, в отличие от Python, который является динамически типизированным, C является статически типизированным. Что это значит? Это значит, что тип связывается с переменной ровно один раз. Мы один раз связываем переменную с ее типом, потому что она всегда такого типа. Вот этот аргумент типа int всегда будет типа int. Это его имя x. Объявление функции. Возвращаемый тип. Имя функции. Список ее аргументов с типами называется сигнатурой функции. Я очень часто буду говорить о сигнатуре функции. Вот сигнатура – это имя функции, тип возвращаемого значения, типы аргументов. Обратите внимание. Вы, кстати, можете как-нибудь это фиксировать, чтобы не забывать. Но это будет оставаться на видео. Но кто хочет, может... Вот. Значит, обратите внимание. Имена аргументов не входят в сигнатуру функции. Никак. А вот у нас может быть функция, которая не возвращает значения. Это функция void. И функция может быть вызвана, даже если она еще не определена. Например, у нас есть переменная int t равно 42. У нас есть int s. Вот у нас объявлена функция fu. Но у нее пока нет тела. Видите? Тем не менее, несмотря на то, что у нее нет тела, мы уже можем ее вызвать, ожидая, что ее тело появится где-то дальше. Fu от t, запятая 1.0. Как вы можете догадаться, тип int – это целые числа, тип double – это... С плавающей точкой более точный ответ. Почему вещественное число – плохой ответ? Потому что есть ограничение на... Да, потому что вещественные числа непредставимы в компьютере. Да. Но, с другой стороны, тогда и для int целое число – плохой ответ. Целые числа тоже непредставимы в компьютере. Целые числа в определенном диапазоне. Да. А int – это целое число в определенном диапазоне. Или, как мы будем говорить, целое число по определенному модулю. Да? Если это unsigned int. И дальше, где-то в программе, только один раз должно найтись тело функции. Обратите внимание. Мы объявляем каждую функцию сколько угодно раз. Вы можете сколько угодно раз написать вот эту строчку. И объявить ее. Но мы только один раз ее определяем. Это называется правило одного определения. Мы о нем потом еще очень обстоятельно поговорим. Даже если функция возвращает не void, например, функция возвращает int, мы можем проигнорировать его возвращаемое значение. Мы не говорим «что-то равно фу». Мы говорим «мы просто вызвали фу». И мы игнорируем, что оно нам вернуло. Мы говорим «нам неинтересно». Для примера. В нашей функции hello world мы проигнорировали возвращаемое значение printf. Кто догадается, что возвращает printf? Хотя бы какой тип? Какой тип? Давайте. А вы представляетесь, как вас зовут? Я вас заодно буду с вами знакомиться. Владислав, что возвращает printf? Количество напечатных символов. Это int, правильно? Вот нам здесь абсолютно все равно, сколько он напечатал. Да? Это int. Это int. По умолчанию всегда возвращайте int. Мы потом поговорим, почему. Значит, мы будем пользоваться типами unsigned, но мы будем делать это тогда, когда это нужно делать. По умолчанию у нас int. И в языке C вообще всегда по умолчанию int. И вот здесь мы тоже проигнорировали, только уже для нашей функции. То есть мы имеем право проигнорировать. У нас есть базовые стандартные функции. У нас есть функция main. Это точка входа вашей программы, с которой начинается исполнение кода. У нас есть функция printf для вывода и scanf для ввода. Они импортируются из липси, и их объявление находится в заголовочном файле stdlash. Обратите внимание, в stdlash находится только объявление, то есть только вот эта строчка. Их тело находится в липси, липси.а. Библиотека липси подключена по умолчанию, поэтому подключать ее не надо, но можно. Чтобы четко сказать, я хочу подключить библиотеку липси, вы можете сделать что-то вроде вот такого. Сейчас я покажу. Мы берем компилятор и говорим, пожалуйста, скомпилируй наш файл с hello.c и подключи дэш лси. Подключи библиотеку липси. Тоже подключил. А в каких случаях нужно подключать библиотеки? Нужно подключать библиотеки, если вы пользуетесь чем-то, что не в липси. Например, если мы сейчас тут включим mass.h и к нашему hello world добавим, например, дабл д равняется 42, и здесь добавим процент, например, f, и тут вызовем sqrt от d. То есть мы напечатали floating-point число, процент f, и мы пытаемся вызвать функцию sqrt, которая объявлена в mass h. Но где функция sqrt определена? Где ее тело? И вот ее тело, оно лежит в библиотеке libm. Давайте я сейчас попробую скомпилировать эту программу, и мы видим, что он не может найти функцию sqrt. Видите? Чтобы он мог найти функцию sqrt, нужно подать библиотеку libm, тогда он ее найдет. Это то, что очень часто мешает людям начать программировать. Они вроде включили mass.h, они думают, что функция sqrt там живет. Нет, она там не живет. Она там только объявлена. Живет она в libm. Запускаем. Получаем наш искомый квадратный корень в дабл-представлении. С дабл-числами мы начнем серьезно работать чуть позже. Сегодня мы сконцентрируемся на интах. И давайте попробуем какой-нибудь простой вармап. Частный остаток. Что такое частный остаток? Математическое определение такое. Для всех a и b, не равных нулю, причем только b не равно нулю на самом деле, найдутся такие p и q, что a это b умножить на p плюс q. При этом q меньше, чем b. Спасибо. Это тут не дописано, но надо это понимать. И предположим, мы хотим написать программу, которая берет со стандартного ввода два числа и выдает нам на стандартный вывод их частное и остаток. Давайте посмотрим на эту программу. Поднимите руку, кто что-нибудь в ней не понимает. У кого есть странные символы на экране, непонятные строчки, что-нибудь еще. Давайте все-таки ее разберем. Я определяю, заметьте, ввожу в программу, то есть определяю четыре переменных. a, b, p и q. Печатаю на экран, введите a и b. Читаю с клавиатуры, ну в данном случае с клавиатуры, можно из файла со стандартного ввода числа a и b. Что это за амперсанды? Взятие адреса. Почему я вынужден тут брать адрес? Почему в scanf передается этот амперсанд? Потому что мы должны изменить переменную a, правильно? Если бы мы передали ее сюда просто, то мы передали бы копию. И меняли бы внутри scanf копию. А здесь мы передаем по косвенности. Мы говорим, мы хотим изменить именно вот эту a. Дальше мы вычисляем p это a делить на b и q это a по модулю b, и печатаем им на экран. Немножко об указателях. Совсем немножко. Int указатель p это адрес a. Эта запись означает взять адрес. a равно 1. Прямая запись в a. Теперь a равно 1. И разуминованная p равно 1. Звездочка p равно 2. Это косвенная запись. Все понимают, что после этой записи a равняется 2. Давайте еще раз. Смотрите. Марк, а ты можешь передвинуть камеру на доску? Давай ты пооператорствуешь немножко. Смотрите. У нас есть a, и давайте думать про a как про коробочку. Мы можем написать a равно 1. И мы взяли эту коробочку и записали туда число 1. А теперь у нас есть, это int a. А теперь у нас есть int указатель p, a равняется адрес a. Это коробочка. У нее имя p, a. Но что она содержит внутри? Внутри она содержит указатель, то есть стрелку. Указатель, стрелка. Мы буквально на следующем семинаре или через один подробнее поговорим про указатели. Пока думайте о них как о стрелках. Стрелку, которая указывает на a. И теперь, когда мы говорим, звездочка p, a равняется чему-то, например, 2, мы говорим, пройди по стрелке и запиши туда, куда указывает эта стрелка. Теперь смотрите. Если я ввожу еще одну переменную, например, int b, и говорю, а теперь у меня звездочка p, a, это b. У меня есть еще одна коробочка b. Я вот эту стрелку убрал и перенаправил ее сюда. И дальше я пишу звездочка p, a, равняется 3. Куда теперь запишется тройка? В b. Видите, вот этот амперсант означает взять адрес, то есть направление для стрелки. А вот эта звездочка перед означает разыменовать. Разыменовать, dereference. Dereference мне всегда казалось лучшим словом, чем русское разыменовать. Dereference означает пройти по косвенности, пройти по стрелке. Пройти по стрелке, записать двойку. Это понятно? Класс. Теперь давайте еще раз посмотрим на нашу замечательную программу. Марк, переводи ее на меня. Так, ты научишься. Небольшой вармап. Небольшой вармап. Эта программа довольно плоха. Я написал эту программу, но она мне совсем не нравится. Да, давайте, задайте вопрос. А вот когда q равно а процент b, может быть, может быть, не может быть? Это деление по модулю. Это остаток. p – это частное, q – это остаток. Давайте поговорим про остатки. Например, 5 по модулю 2 – это сколько? 1. 5 делить на 2 – это сколько? 2. 5 делить на 2 – это 2. 5 по модулю 2 – это 1. Вот это деление по модулю. 1024 по модулю 10 – 4, конечно. Любое число по модулю 10 – это его последняя цифра. 67 по модулю 2 – 1. Почему? Да, любое нечетное число по модулю 2 – это 1. Еще раз? Нет, нет, там вот девушки непонятно. Задайте вопрос, если непонятно. Отлично. Этот код очень плох. Я написал этот код, он мне совсем не нравится. Покритикуйте этот код. Все хорошо, они вот здесь запишутся. Отлично. Отлично отформатирован. Кланг-формат вам тут ничего не исправит. Подумайте об использовании этого кода. Он не разделен на функции. Какие функции? Вы серьезно будете делить это на функции? Давайте на него посмотрим и попробуем найти в нем настоящие проблемы. Потому что настоящих проблем в нем вагон. Вы просто удивитесь, насколько много. У меня есть пример этого кода. cd01basics. vim divmod.c. Итак, пункт первый. Давайте скажем... Ну, кстати, здесь у меня еще хуже. Здесь у меня еще пробел ненужный. Да, давайте скажем. Вот смотрите. Давайте я что-нибудь введу. Давайте я его скомпилирую. gcc.divmod.c. И давайте я его вызову. И введу числа. Например, 10 и 3. Хорошо. А что будет, если я введу числа 10 и z? Будет взрыв. Мне написало floating point exception, но вообще могло взорваться как угодно. Почему? А потому что я не обрабатываю ошибку. Я верю, что в скан в действительно придут два инта. А это не так. Если второе число не int, он не может его сопоставить с процент d. И это значит, что b останется неинициализированным. Как это избежать? Как проверить, что b во что-то считалось? Ну, через 20. Как? Ну, до тех пор пока скажем. Давайте вы. Скан возвращает количество. Правильно. Скан тоже возвращает значение. Я просто значение не проверяю. Скан возвращает какое значение? Количество. Количество правильно считанных элементов. В данном случае мы должны проверить, что результат сканфа равен чему? Двум. Замечательно. Дальше идем. А вторая проблема в этом коде. Что еще я могу ввести, кроме 10 и z? Какие я еще могу интересные штуки выдать? 10 и 0. 10 и 0, спасибо. Ну, с половиной точкой то же самое, что z. Правильно? А вот 10 и 0 это очень плохо. Что будет? Взрыв. Почему будет взрыв, а не нормальное сообщение об ошибке? Потому что я не обработал случай, что b введен, но он введен нулевым. Давайте подумаем, как я это обработаю. Ассерт вставим. Ассерт вставим. Вставить ассерт – плохая идея. И вот этот тонкий момент я часто встречаю у людей, которых вставить ассерт – это единственный выход. Нет, ребят. Кстати, поднимите руки. Кто знает, что такое ассерт? Хорошо. Кто-нибудь из тех, кто знает, что такое ассерт? Кто понимает, почему здесь ассерт – это плохая идея? Давайте. Нет, нам нужно выдать сообщение об ошибке. Давайте. Не нужно связываться с пользователем. Пользователь и так увидит сообщение об ошибке. Ассерт – нам нужно остановить эту программу. Ассерт – плохая идея, потому что он исчезнет в дебаг-режиме. Давайте я вам покажу. Смотрите. Допустим, мы хотим нашу программу… Наоборот, он исчезнет в релиз-режиме, он будет только в дебаг-режиме. То есть, ассерт работает только в дебаг-режиме. Допустим, смотрите, я сделаю здесь результат. Допустим, я введу дополнительно переменную res. Типа int, разумеется. И, допустим, я сделаю res равняется scanf. Теперь мы говорим, ассерт res равняется 2. Обратите внимание на вот эти два знака равно. Один знак равно означает присваивание. Два знака равно означают сравнение. Спасибо. Include assert.h, потому что макрос assert, а assert – это макрос, определен в assert.h. Вот он действительно там живет. Компилируем. GCCD в mod C. Ну и в отладочном режиме, например. Запускаем. ZZ. Нормально. Assertion failed. Прекрасно. Прекрасный результат. Ровно то, что я хочу увидеть. Компилирую в релизном режиме. Минус A2 со всеми оптимизациями. Минус dndbug. Отключить все макросы. Взрыв. Ассерт вырубился. Ассерт вырубается в релизном режиме по директиве dndbug. Он для этого и нужен. Для чего на самом деле нужен ассерт? Ассерт нужен, чтобы ставить утверждения вашей программы, которые верны всегда. И тогда, во время дебага, если какое-то из этих утверждений вдруг становится неправильным, тогда это ошибка, которую вы должны разбирать как программист. Чтобы обрабатывать пользовательский ввод, ассерт плох. Чем мы воспользуемся вместо этого? Ифом. Ифом, и внутри ифа. Как мы завершим нашу программу? Можем предложить ввести заново. Предложить ввести заново плохая идея. И вот это тоже очень тонкое место. Все дело вот в чем. Мы считаем, что если человек, который хочет ввести заново, хочет ввести заново, он заново вызовет нашу программу. Правильно? И еще раз что-нибудь введет. Хоть ноль, хоть не ноль. Что угодно. Но если мы говорим, мы делаем это в цикле вайл и говорим, попробуй ввести заново, то вы не должны забывать, что у нас остался на стандартном вводе вот этот недосчитанный символ, который заново, он опять пойдет считываться. И поэтому вы должны как-то очистить стандартный ввод. Очистить стандартный ввод стандартными средствами нельзя, как это ни парадоксально. Можно вызвать что-то типа fperge, который работает в случае, если у вас стандартный ввод идет с клавиатуры. Но никогда не забывайте, что у вас стандартный ввод может идти из файла. Давайте я вам покажу. Вот смотрите. У меня может быть файл 001.dat. И в этом файле 001.dat может быть записано 10.3. Допустим, я не хочу каждый раз вбивать это с клавиатуры. Я написал себе это заранее. Я вызываю a.out и перенаправляю ему на стандартный ввод этот 001.dat. Что вы тут будете чистить со стандартного ввода? Что вы тут будете ожидать в цикле вайл? Ну, здесь все хорошо, но если там будет z. И поэтому, если пользовательский ввод некорректен, то часто лучшее, что вы можете сделать, это выдать ошибку и завершить программу. Потому что на самом деле написать устойчивую программу, которая будет перезапрашивать пользовательский ввод, будет понимать, читает она из файла и так далее. Но это середина второго курса, когда вам будут объяснять Linux, что такое TTI и как проверить, что вы сейчас читаете с интерактивной консоль. Это слишком сложно пока для вас, поэтому пока что мы будем обрабатывать это вот так. Anitems – это scanf. Если anitems не равно 2 или b равно 0, тогда printf – error. Аборт. Что такое аборт? Завершение программы. Аборт – это убийство. Мгновенное завершение программы. Да, один из главных грехов, если вы пишете на C++, но на языке C по ряду причин можно. И вот здесь, поднимите руку, кто говорил про вынос в функцию? Про вынос в функцию кто говорил? Пришло ваше время. Потому что, смотрите, здесь у нас получается, что обработка ввода и обработка ошибок занимают больше места, чем, собственно, содержательная работа программы. Согласны? И вот теперь надо вот это вынести в функцию. Как вынести? Да, давайте создадим функцию readInput. Она будет брать два указателя. Вызывать scanf на pay и pb. Обратите внимание, здесь уже без амперсандов, потому что здесь у нас уже указатели. Согласны? И делать аборт, если вывод в wrong. И вот теперь, обратите внимание, теперь мы уверены, что после функции readInput, если она вернулась, то есть если она не ушла в аборт, если она вернулась, то b правильная, то b не равно нулю. И вот здесь мы можем поставить assert. Какой? Assert b не равен нулю после readInput. Видите? По определению функции readInput, это часть ее интерфейса, после нее b не должен быть равен нулю. И вот тут мы ставим assert. Вот это правильное использование assert. Ставьте assert почаще. Каждый раз, когда вы видите в вашей программе invariant, то есть утверждение, которое всегда истинно, ставьте там assert. Проверяет это утверждение и выдает ошибку, если оно не проверилось. Я только что показывал. Давайте я покажу еще раз. Это просто. Вот смотрите, вот мы увидели assertion failed. Видите? Вот он сказал файл, строчку в этом файле, и сказал assertion res равно 2 failed. Видите? Он показал вам, какое из ваших утверждений о программе неправильно. И давайте перед тем, как начать уже самостоятельно что-то кодить, поговорим про то, что мы будем кодить, про наибольший общий делитель. Поднимите, кто знает, что такое наибольший общий делитель? Все знают. Все знают, да? Отлично. Здесь написано его математическое определение. Это такое число, которое делит и одно число, и другое число. То есть, а делит b, если существует такое c, что b – это ac, и а – это наибольший общий делитель, если а – это максимальный из чисел n, такое, что n делит x и n делит y. Наибольший общий делитель чисел 14,8 – это 2. Наибольший общий делитель минус 14,8 – это 2. Спасибо. Все видят, почему 2? Наибольший из таких чисел. Наибольший общий делитель 6,9,89 – 17,10,20,89. Похоже, нам пора использовать компьютеры. А вот и нет. Похоже, нам пора использовать компьютеры. Вопрос. Как вы будете использовать компьютер, чтобы получить ответ на этот вопрос? Ну вот вам задали такой вопрос. Еще раз. Не хватит мне врать. Вам задали такой вопрос. У вас есть компьютер. Вы что, кинетесь писать функцию на C? Как вы получите ответ на этот вопрос? Загуглить. Загуглить – это хорошая, кстати, идея. Google имеет. Но на самом деле вы сходите на Вольфрам Альфа, да? Ну, ребят, вы сходите на Вольфрам Альфа, да? Или спросите у чат-джпт, да? Там же алгоритм есть. Конечно, но разве вы будете его писать? Разве не проще сходить на Вольфрам Альфа? Или вы спросите у чат-джпт, но я бы, кстати, не советовал чат-джпт отвратительно делить по модулю. Я, кстати, пробовал несколько раз делить по модулю с помощью чат-джпт. Уже для восьмизначных чисел ответ феерический. Так вот. И на самом деле вот этот вопрос – это вопрос, который очень часто будет у вас возникать в процессе наших лекций. А зачем мы пишем программу? Сейчас мы с вами будем писать программу деления. Программу для алгоритма Эвклида. А зачем мы пишем эту программу? В мире полно мест, где можно взять и найти наибольший общий делитель. Кто знает, зачем мы пишем эти программы? Мы тренируемся. Это как музыканты играют гаммы. Так вот, смотрите, мой первый контест, а мы сейчас познакомимся с системой контестов, и что это вообще такое, он весь очень хорошо гуглится. Ему весь можно загуглить, и вы найдете программы на СИ, вы ее туда вставляете, и вы просто проходите. Ничего интересного. Именно поэтому он никак не влияет на оценку. Но я вас прошу, даже если программы сейчас на первом курсе вам кажутся простыми, то рано или поздно вы столкнетесь с программой, которую просто еще никто, кроме вас, не написал никогда. Вот Марк делал бакалаврский диплом по цикловым оптимизациям в ЛВМ. Это было то, чего просто нет в этом мире. И он это сделал. И вот чтобы когда-нибудь сделать то, чего еще никогда не было, вам сначала нужно много-много-много-много-много простых программ написать. И мы с вами сотрем пальцы, я надеюсь, клавиатуры в процессе разработки простых программ. Небольшой математический инсайт для алгоритма Евклида. Да, кстати, а вот из этого определения мы можем написать эту программу? Сразу, вот из этого. Да, просто перебором. Давайте перебирать n до наименьшего из чисел x, y. То есть берем наименьшее из чисел x, y. И перебираем n от единицы до него. Проверяем, что n делит x. Как мы проверим, что n делит x? Как? x по модулю n должен быть равен чему? Нулю. Спасибо. Проверяем, что оно делит x. Проверяем, что оно делит y. И самое большое из таких чисел запоминаем и возвращаем. Правильно? Кому нравится эта идея? Я думаю, никому. Она может быть интересной, но она отвратительно долгая. Правильно? Если нам нужно хотя бы обработать девятизначные числа, то вам придется гнать до миллиарда. Но, с другой стороны, у нас и компьютеры быстрые. Правильно? Ну, представьте, что вам нужно миллиард раз посчитать наибольший общий делитель для вашей программы из больших чисел. Тогда это плохая идея. И вот в следующие разы мы поговорим о том, как более формально к этому подходить. Так называемые оннотации. И для того, чтобы написать более эффективный алгоритм, чем самый примитивный, нам нужен какой-то математический инсайт. И простой математический инсайт вот такой. x – это y умножить на p плюс q. Правильно? Пусть x и y делятся на k. Тогда что мы можем сказать про q? x делится на k, y делится на k, q тоже делится на k. Он не может не делиться. Это x минус y умножить на p. Правильно? k выносится просто за скобки из x и y. Это значит, что наибольший общий делитель между x и y – это то же самое, что наибольший общий делитель между y и q. Все это видят. Класс. Например, наибольший общий делитель между 35 и 13. 35 – это 13 на 2 плюс 9. Значит, gcd от 35 и 13 – это то же самое, что gcd от 13 и 9. 13 – это 9 на 1 плюс 4. Значит, gcd от 13 и 9 – это то же самое, что gcd от 9 и 4. Следующий шаг. Следующий шаг. gcd от 9 и 4 – это то же самое, что и что? 4 и 1. 9 – это 4 на 2 плюс 1. Правильно? А gcd от 4 и 1 – это, разумеется, 1. Значит, gcd от 35 и 13 – это 1. Согласны? Прекрасно. И давайте попробуем перевести этот математический инсайт в программу. У нас есть программа, соответственно, int gcd, int x, int y. И у нас есть следующее соображение. gcd от x, y – это gcd от y к q. Как мы переведем этот математический инсайт в программу? Введем q и рекурсии. Введем q и рекурсии, спасибо. Давайте напишем эту рекурсивную программу. gcd от int x, int y. Return gcd от y к q. Видите? Если q равно 0, а что угодно по модулю 1 – это 0, тогда return y. Давайте еще раз внимательно посмотрим на эту программу. Все ли понимают, как она работает? Задайте вопрос, если кто-то не понимает. Класс. Это довольно плохая программа. Как мы будем ее тестировать? Вы ее написали. Как вы будете ее тестировать? Циферками. Циферками. Замечательно. Смотрите, давайте. Вот я ее написал на Godbolt. Вы знаете, что такое Godbolt? Godbolt – это сайт, где можно писать и даже онлайн исполнять простые программы. Сейчас я вам покажу, как эта программа выглядит на Godbolt. Очень полезный сайт, мне очень нравится. Вот здесь можно задавать стандарт input. Соответственно, вот я написал эту программу. Вот функция gcd. Int q. Assert y равно 0. q – это x по модулю y. Если q равно 0, return y и так далее. Вот программа, которая читает два числа, обрабатывает ошибки ввода и высывает gcd от x, y. Вот я ввожу два интересующих меня числа. Я получаю ответ вовсе даже не один. Как вы видите, 7, 8, 5, 3. Дальше я ввожу числа 14 и 8. И что я получу? 2. А дальше я ввожу числа 14 минус 8. И она выдает мне минус 2. А должна-то выдать 2. Что случилось? И вот здесь нас немножко подводит математика. Все дело в том, что в математике деление, по крайней мере, евклидово деление, определено вот так. a – это q умножить на b плюс r, где q – это частное, r – это остаток. И r – от нуля до модуля b. Это в математике. А в языке c деление определено вот так. a – это a делить на b умножить на b плюс a по модулю b. 14 делить на минус 8 – это сколько? Минус 2. Или минус 1. Минус 1, да. Минус 1. Минус 1 умножить на минус 8. Нет, это минус 2. Или это минус 1? Это минус 1. Значит, умножить на минус 8. И мы должны прибавить какой-то остаток. И чтобы найти настоящий алгоритм евклида, нам надо реализовать евклидово деление. Евклидово деление – это немножко сложнее. Это нам придется переписать деление по модулю. Вместо обычного деления по модулю мы вводим e-umod, который говорит, что у нас есть функция iaps, которая вычисляет целочисленный модуль. Дальше мы делим x по модулю y. И если r меньше 0, то мы прибавляем и abs y. И тогда мы получаем настоящий остаток. После чего наш JCD начинает работать. Опять-таки, давайте я вам его покажу. Вот видите, 14 минус 8, теперь возвращается 2. И это важный урок. В программировании многие вещи определяются и используются, не так, как в математике. Еще более важный урок мы получим в следующий раз, когда будем говорить о числах Фибоначчи. Там все будет вообще мрачно. Хорошо, допустим, мы все это написали. А теперь, что мне не нравится? Мне не нравится, что этот алгоритм рекурсивный. Потому что на самом деле он не обязан быть рекурсивным. Он может быть каким? Цикличным. И давайте поговорим о циклах. В языке C есть три основных типа циклов. For, while и do, while. Цикл while. Выполнять пока какое-то условие истина. Цикл do, while. Точно выполнять единожды, а дальше как while. И цикл for. Это инициализация изменений индуктивной переменной. Мы можем переписать цикл while как цикл for. Как? Вот этот, как переписать? Нет, смотрите, а как вот этот цикл переписать как цикл for? Мы не знаем, что в теле цикла. Может, в теле цикла и прибавляются по два или по три. Или вообще какая-то сложная функция вычисляется. А просто ничего. А просто ничего. Смотрите. Мы можем написать for, просто точка с запятой. Нам не нужны никакой инициализации. И меньше ста. И просто еще одна точка с запятой. То есть цикл for на самом деле самый общий из всех. В цикле for вы можете опускать любое из выражений. Если мы опустим в цикле for все. Если я напишу for, две точки с запятой и дальше что-то. То что это за цикл? Это бесконечный цикл. Читается как forever. Forever. Great. И вот мы дошли до задачи. И сейчас вы немножко их порешаете. У нас есть проблемы. И у нас есть сайт-задачник. Сайт-задачник. Давайте я вам сейчас скину это в Telegram-чат. Называется olymp1.vdi.mipt.ru Тут там есть регистрация. Регистрация очень проста. Если вы справились с контестом, то вы там тоже справитесь. В этом контесте есть задачи, которыми мы будем пользоваться для практики саморазвития. И первая из этих задач, если мы сейчас зайдем и посмотрим домашняя работа к семинару 1, то первая из этих задач – это как раз необходимость трансформировать рекурсию в цикл. Это заодно задача, чтобы вы размялись со средой разработки, с написанием программ, с системой контеста и так далее. А мы с Марком сейчас вам поможем. Значит, Марк, выключай камеру. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, мы все с вами сейчас попробовали решить нашу первую задачу. У кого-то получилось лучше, у кого-то хуже. Прежде чем поговорим о типах, у нас есть еще одна простая проблема – проблем CF. Для нее тоже есть простой математический инсайт, он на доске. Вы должны просто перейти от A и B к B и A по модулю B, точно так же, как в алкаритме Евклида. Только тогда каждый следующий переход – это следующий этаж цепной дроби. То есть вы вычисляете курс, печатаете его на экран, после чего вы дальше то же самое ищете B и A по модулю B и так до тех пор, пока A по модулю B не станет нулем. Так вот, у нас есть... Это тоже очень простая проблема, можете дома потренироваться и решать. Единственное, там у меня небольшая беда с тестами, но вы можете написать для себя программу, в которой вы уверены, что она правильная. А потом я поправлю тест, и она пройдет. Я ее просто пересужу. Главное, чтобы вы были уверены, что она правильная. Значит, и у нас есть проблемы со звездочкой. Проблемы со звездочкой на слайдах могут быть существенно сложнее прочих, но они очень нужны, особенно на первых парах. На первых парах у нас неизбежно будет такое, что кто-нибудь будет убегать дальше всей группы, и тогда настанет его время делать проблемы со звездочкой. Или, например, сидите вы дома, и хочется вам что-нибудь попрограммировать интересное. И вы тоже можете взять проблему со звездочкой и попробовать ее осилить. Проблемы со звездочкой к этому семинару, над которыми я предлагаю вам подумать дома, это, во-первых, расширенный алгоритм Евклида. У нас даны два числа, M и N. И нам нужно найти не только их наибольший общий делитель, но еще два числа А и B, такие, что M плюс B на т.д. Это так называемое соотношение безум. И про него есть в книжке Кнута за Art of Computer Programming, которую я очень рекомендую легко скачать бесплатно без SMS. Первый том. Везде есть хорошая живая классика. Вы можете попробовать найти этот алгоритм Евклида и запрограммировать его. И опять-таки, пожалуйста, не гуглите программы, гуглите идеи. Потому что загуглить программу, послать ее на контест – это очень легко. Попробуйте писать программы сами, а идеи алгоритмов можно загуглить. Вторая проблема со звездочкой – это обратная задача. Это диафантовое уравнение. Вам даны АХ плюс БЮ равно С, и в данном случае вам даны А, Б и С. То есть, в случае расширенного алгоритма Евклида вам даны М и Н, и вам нужно найти такие А, Б и Д, что АМ плюс БН – это Д. И, конечно, таких троек может быть очень много. Их может быть бесконечно много. Но вам нужно найти любую такую тройку. У меня проверка этой задачи стоит, что просто любая тройка подходит. А в диафантовых уравнениях у вас тоже может быть много решений. Но вам нужно найти конкретное решение XY. Они немножко связаны с этим алгоритмом. И если у вас уже есть решение EE, то решение DE вы получите довольно легко. Тут надо просто немножко подумать, как. Давайте теперь в оставшееся время поговорим о типах данных и что это был за assigned long-long, и почему у вас ничего не получалось. Пока что мы использовали только тип INT. И давайте еще раз поговорим, спросим себя, а что такое тип INT? Кто? Кто? У кого есть идеи, что такое тип INT? Это слабочисленный тип. Он может быть со знаками, без знака. Это такая коробочка, в которой можно сохранить число определенного диапазона. Согласны? Да. Смотрите. Value type – это тип INT как множество допустимых значений. Например, вот это число – это INT. А вот это число – это не INT. И вот это число – это тоже не INT. Если мы берем тип как множество всех его допустимых значений, то это value type. Но, кроме того, INT – это множество всех его допустимых операций. И в этом смысле это object type. Почему? Например, операция x делить на y имеет разный смысл, если у нас INT и если у нас double. Согласны? 5 делить на 2, если 5 и 2 – это INT, это сколько? А если это double? 2,5. Для double x по модулю y вообще невозможно. Просто нельзя сделать. Вот эта операция не будет работать. Это ошибка компиляции для типа double. То есть у нас тип – это диапазон его значений, множество того, что в него можно сложить, плюс множество операций, которые над ним можно сделать. И держа это в уме, давайте посмотрим целые типы. Целые типы – что объединяет все целые типы? Что объединяет INT, CHAR, LONG и так далее? Список операций. Список и смысл операций над типами одинаковые для всех целых типов. А диапазоны значений разные. У нас есть CHAR, SHORT, INT, LONG и LONG-LONG. Это целые типы. У них есть беззнаковые двойники. UNSIGNED CHAR, UNSIGNED SHORT, UNSIGNED INT, UNSIGNED LONG. И мы говорим, что CHAR – это байт, и SIZO в байт – это 1. Байт всегда имеет размер 1. Обратите внимание, размер в байтах, а не в битах. Байт в битах имеет какой размер? CHAR бит. CHAR бит – это константа из файла LIMITSH. Обычно она действительно равна 8, но не везде. Есть вычтительные системы, где 9 бит, и они, мало того, до сих пор работают. Вот. Соответственно, у нас есть SIZO от T – это в байтах. Умножить на CHAR бит – тогда мы получаем размер в битах. И мы точно знаем, что SIZO от CHAR меньше или равен, чем SIZO от SHORT. SIZO от SHORT меньше или равен, чем SIZO от INT и так далее. Если вы будете делать это под VSL, под Windows, то, скорее всего, у вас будет 1, 2, 4, 8, 8. Но не обязательно. То есть, в общем случае, все, в чем мы уверены, это меньше или равно. У нас может быть такое, что INT – это 2 байта. Такие системы есть. У нас может быть такое, что INT – это 8 байт. Сколько байт, мы определяем через SIZO. И знаковые типы хранят диапазон значений от минус 2 в степени х, минус 1, минус 1 до 2 в степени х, минус 1. То есть, они могут хранить отрицательные и положительные значения в этом диапазоне. UNSIGNED типы хранят значения от 0 до 2 в степени х, минус 1. То есть, у них большой UNSIGNED диапазон. Мы можем сказать, что UNSIGNED числа – это числа по модулю 2 в степени х. То есть, мы считали числа по модулю 2, мы можем считать числа по модулю 64, но мы же можем считать, например, числа по модулю 256. Вот числа по модулю 256 – это UNSIGNED CHAR. То есть, от 0 до 255 с обычными правилами сложения по модулю. Типы с плавающей точкой, или, как их можно не точно назвать, вещественные типы. Мне не нравится слово «вещественный», я его больше не буду использовать, но типы с плавающей точкой, почему они называются с плавающей точкой? Потому что у них есть значащие разряды. То есть, это тип, у которого может быть точно представлено определенное количество значащих разрядов. Вы можете представить либо вот такое число, довольно большое, но бездробной части, либо вот такое число с большой дробной частью, но маленькое само по себе. Если вы пытаетесь представить большое число с точной дробной частью, у вас может не влезть в значащие разряды, и у вас он обрежется до того уровня, где мы можем представить с плавающей точкой. Плавающие числа очень коварны. На следующем семинаре мы с вами немножко поговорим о коварстве плавающих чисел. И у нас есть возможность писать константы нужного типа, используя суффиксы констант. Например, просто константа 1 имеет тип int. Константа 1u имеет тип unsigned. 1ll – тип long-long. 1ll – тип unsigned long-long. Это double, это float, это char. Это массив char. Про массивы в следующий раз. Можно использовать приведение. Например, вместо того, чтобы писать 1u, можно писать единицу и привести ее к unsigned int. Для приведения unsigned int указывается в скобках перед тем, что вы приводите. Это приведение к типу unsigned int. У меня теперь такой вопрос. Представим, что у нас есть char, и в char записано 220, и мы складываем его с int. И в int тоже записано 220. Какого типа будет результат? Int, потому что в char это не влезет. Да, int, но не потому что в char это не влезет, а по правилам. У нас есть правила целочисленных продвижений. Правила целочисленных продвижений очень просты. Все, что меньше, чем int, смешанное с int, вычисляется с точностью до int. Char умножить на int – это как будто int. Char разделить на int – это как будто int. И так далее. Смешивание знакового и беззнакового – это беззнаковое. Если вы из пяти вычтите 10у, вы получите вот сток. И, наконец, смешивание целого и плавающего – это плавающее. 5.0 разделить на 2 – это все равно 2.5. И точно так же, как мы можем давать суффиксы константам, мы можем писать для printf и scanf модификаторы ввода и вывода. Для того, чтобы ввести число int, нужно писать %d, чтобы ввести число long%ld, long-long%lld и так далее. Допустим, мы хотим посчитать алгоритм Евклида для довольно больших типов. Для вот такого числа и вот такого числа. И вот в этом случае нам надо переписать алгоритм Евклида для чего? Нам надо переписать его так, чтобы он использовал типы long-long. Мы тут написали ll. А если из вас есть люди, которые любят математику, вы можете попробовать дома ответить на вопрос. Представим, что у вас есть, в языке C таких нет, но представим, что у вас есть 2 512-битных числа. Сколько максимум шагов для них займет алгоритм Евклида? Пока не сойдется. Сколько? Почему? Они 512-битные. Но каждый раз вы вычисляете частный остаток и переходите к второму делителю и остатку. Там не похоже на экспоненциальное убывание. Похоже, что ответ побольше, чем 9. И существует очень сложный алгоритм вычисления наибольшего общего делителя, который для гигантских чисел, типа для миллиард-битных чисел. Представьте, у вас число из миллиарда бит. И второе. И вы хотите посчитать между ними наибольший общий делитель. Вот два таких числа алгоритм Евклида может сделать несколько миллионов шагов. Но есть гораздо более эффективный алгоритм Евклида GCD-лимера. Я не рекомендую щелкать на эту ссылку, если у вас недостаточно крепкие нервы и вы не слишком любите математику. Соответственно, когда вы делали в контесте переписывание алгоритма Евклида с рекурсией на цикл, вы делали что? Давайте попробуем это сделать самостоятельно, вместе. Давайте попробуем сейчас это сделать вместе. Значит, возьмем то, что у нас было изначальной задачей. Тут у меня есть что-нибудь. Вот, у меня есть что-то типа евклид.си. Возьмем вот такой алгоритм. Он тоже рекурсивный. Давайте попробуем переписать для начала его. Вот он тоже рекурсивный алгоритм, он тоже с интами, правильно? А как мы его будем переписывать? Давайте возьмем его... Вы хотите, чтобы я взял его под комментарий? Нет, не под комментарий, а подо что? Смотрите, комментарии нужны для комментариев. Если вы хотите выключить кусок кода, то мы делаем так. Решеточка f0, endif. Теперь этот кусок кода выключен. Соответственно, решеточка f1 включит его обратно. Комментарии нужны, чтобы писать комментарии. Вот, например, вот это типичный комментарий. Это текст. Если вы хотите просто убрать кусок кода, пожалуйста, не пользуйтесь комментариями. Пользуйтесь перепроцессором. И давайте попробуем его переписать, чтобы он так же работал. Сигнатура у него не должна поменяться. И давайте посмотрим, как мы думаем об его переписывании. Как вам надо дома думать об его переписывании, если кто-то не успел сейчас в классе. Вот у нас есть int q. q у нас все еще сохраняется. Хотя оно нам не особо нужно, конечно. Давайте так. У нас есть две ячейки. У нас есть ячейка, в которой лежит x и ячейка, в которой лежит y. И мы должны их изменять. Мы должны каждый следующий раз перекладывать, например, записывая x в какой-то TMP, записывать в x, y. А в y записывать что? x по модулю y. Мы переходим от x, y. Видите, слева у нас x, y. К y и x по модулю y. Ровно то, к чему мы переходили здесь. Видите? К y и q. Согласны? Отлично. До какого момента нам нужно это делать? До того момента, когда x по модулю y у нас равен нулю. Согласны? Здесь же мы шли до q равно нулю. Тогда давайте напишем это циклом. Мы пишем while y не равен нулю. TMP равно x. x равно y. y равняется x по модулю y. И теперь в конце нам нужно что-то вернуть. Где у нас в конце наибольший общий делитель? И в конце мы возвращаем x. Смотрите, как красиво цикл соответствует рекурсии. Давайте посмотрим, будет ли это работать. Опять-таки вопрос, как мы будем это тестировать. Соответственно, давайте сделаем gcc. Просто ifclit.se. Во-первых, TMP нужен какой-нибудь тип. Давайте сделаем TMP тип int. И давайте посмотрим, будет ли это работать. Addoutout, например, 14.8. 8. Не работает. Почему? Давайте попробуем найти ошибку. Для того, чтобы искать ошибку, мы можем отлаживаться просто printfami. Но мы можем использовать отладчик. И давайте первый раз в жизни я сейчас запущу отладчик и посмотрим, что у меня в программе не так. А как я запущу отладчик? Я скомпилирую с отладочной информацией. Скомпилировать с отладочной информацией – это минус g. Dash g – это означает сохранить отладочную информацию. После чего я запущу a.out под gdb. Сделаю break main. Сделаю run. И сделаю… Сейчас я нажму клавиши ctrl плюс x плюс a. To enable. Да, можно to enable. Да, давайте я сделаю через командную строчку. Можно так. Можно to enable. Я сейчас нахожусь breakpoint в начале функции main. И теперь я могу походить по этой программе и посмотреть, что в ней происходит. Давайте походим. У меня есть две базовые команды. Next – она переходит на следующую строчку. И step – она заходит в функцию. Next. Next. Дальше, видите, от меня ждут ввода. Давайте введем 14,8. Я перешел на следующую строчку. Я могу распечатать x, print x, x – 14, print y, y – 8. Все хорошо. Next. Теперь я должен зайти в функцию. Я делаю step. Давайте распечатаем x. x все еще 14. Давайте распечатаем y. y все еще 8. Next. Теперь распечатаем x. И распечатаем y. x – 8, а y – это 0. Почему? Где ошибка? То есть явно где-то ошибка. И ошибка в том, как сформировался y. Давайте посмотрим на строчку 35, где формируется y. Всем уже видно, какую ошибку я там допустил? Поднимите руки, кому видно. Скажите. Да, я должен использовать tmp, а не x, конечно. Благодаря тому, что я могу видеть результат каждой операции буквально вживую, я могу очень быстро находить ошибки и очень быстро их править. Давайте напишем здесь tmp. И давайте попробуем еще раз откомпилировать. 14, 8. Да, когда вы компилируете с отладочной информацией, вы не обязаны его прям запускать. В смысле запускать под gdb. Вы можете его просто запустить. С отладочной информацией – это такой же бинарник, он также запускается. В принципе, вы на первых порах можете просто все компилировать с отладочной информацией. Так, на всякий случай. К сожалению, 14 минус 8, он даст неправильный результат. Ну, разумеется, я не предусмотрел всего, что было у меня на слайдах. И, к сожалению, в задаче есть небольшой подвох, который, собственно, сделал ее сложной. Там действительно есть отрицательные значения, он ждет правильного алгоритма Евклида. К счастью, вы можете посмотреть на слайды или вы можете пересмотреть эту запись, где я показывал эту правильную программу. Давайте ее найдем. Она у меня есть здесь. Евклиддив.си. И вот эта программа содержит вот эту замечательную функцию eumod, которую можно вставить вместо деления по модулю. Мы можем ее даже просто скопировать, хотя это не очень хороший способ работать с кодом, но почему нет? Мы можем ее просто скопировать и вставить. Вот функция евклидово деления по модулю. Давайте еще раз посмотрим, что происходит. r – это x по модулю y. Если r меньше 0, r плюс равно eaps от y. Где функцию eaps мы тоже можем, в общем-то, вставить. Она тоже не сложна. И она есть здесь. Соответственно, для того, чтобы облегчить вам жизнь, чтобы вам не пришлось многие вещи набирать с нуля, хотя это полезно, вообще набирать с нуля полезно. У меня есть гитхаб, где выложены примеры кода. То есть все примеры кода, которыми я оперирую на этих семинарах, выложены на гитхабе. Давайте я вам его покажу. И вы можете тоже завести свои гитхабы. Или лучше даже гитфлики. У нас теперь есть наш русский гитхаб. А на гитхабе в любой момент могут забанить, если узнают, что вы из России. Есть гитхаб еще отверпанка. Ну, еще есть moshub, если у вас есть учетка mos.ru, и вы хотите всем показать, что вы настоящий москвич. Я сейчас скину всем в общий чатик. Вот, я скинул. Соответственно, там можно посмотреть файлы к 0.1.basics. Там это деление есть, его можно использовать. И после этого у нас наш цикл заработает. Давайте посмотрим, как он заработает. Так, вот. Обсуждение алгоритм Евклида и типы. Так, значит, и давайте посмотрим, как он заработает. Или не заработает с первой попытки. Вот здесь мы вместо деления по модулю просто теперь вставляем eumod. Компилируем. Запускаем. 14 минус 8. Минус 8. Что-то пошло не так. Что пошло не так? Так, разумеется, я неправильно вставил eumod. Да, eumod надо вставлять от tmp. Это мы уже проходили, поэтому тут я даже отладчик запускать не буду. Еще разок. 14 минус 8. 2. Отлично. Теперь эту программу можно заслать на контест, и она пройдет. Соответственно, кроме этой задачи, в контесте есть еще задача для континут фракшнс. Для нее инсайт тоже очевидный. Попробуйте ее тоже решить циклом. Либо рекурсией. Вот, кстати, поднимите руки. Континут фракшнс. Кто будет решать циклом? А кто будет решать рекурсией? Примерно поровну с некоторым преобладанием тех, кто будет решать циклом. Все, кто не подняли руки, вы вообще решать не будете? Или пока не определились? Иван пока не определился. Соответственно, попробуйте ее решить, чтобы вас немножко подразнить Между расширенным алгоритмом Евклида и цепными дробями есть интересная связь. Опять-таки, те из вас, кто склонны к математике, могут попробовать найти эту связь. Связь следующая. Допустим, мы разложили какое-то число. 101,6 на цепную дробь. Вот это цепная дробь для 101,6. А дальше мы убираем из этой цепной дроби последний этаж. Мы убираем вот эту 1,3. И сворачиваем ее обратно. И с убранным последним этажом эта цепная дробь 32,19. Это значит, что минус 101 на 19 плюс 60 умножить на 32 – это 1. Потому что GCD от 101,60 – это 1. То есть, когда мы убираем последний этаж цепной дроби и сворачиваем ее обратно, у нас почему-то получаются коэффициенты для соотношения безу. Алгоритм Евклида очень интересен. А вот, если хотите, то если у вас будут проблемы с расширенным алгоритмом Евклида, ну, с теорией, стоящей за ним, то в следующий раз я расскажу эту теорию, если кто-то из вас ее не поймет. Но попробуйте прочитать дома, осознать эту теорию самостоятельно. Может быть, даже кто-то из вас нам в следующий раз поможет. Вот. И давайте посмотрим, сколько у нас осталось времени. 15.03. Нормально. Время еще есть. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте попробуем в оставшееся время разобрать те решения, которые мне приходили от вас, и посмотреть, кто что написал и кто как это написал. Вы, кстати, можете сейчас еще чего-нибудь дослать, чего не успели. Я тогда тоже успею включить это в разбор. Так, вы сейчас на экране браузер не видите, правильно? Очень хорошо. Так, давайте посмотрим на основные проблемы и, наоборот, на основные, так сказать, достижения. Сейчас я только сделаю first run, например, 3000.0 view. Так, и давайте пойдем с самого начала. Значит, во-первых, я сейчас вам расскажу про важные ошибки компиляции, которые вы допускали, и почему эти ошибки, в принципе, возникали. Вот, например. Давайте посмотрим вот на этот пример. Потому что многие из вас, как я вижу из домашних работ, привыкли к немножко другим языкам. Итак, я не буду говорить, кто, но чтобы не заниматься зря шеймингом, мы в данном случае не для того, чтобы осудить, а для того, чтобы разобрать проблему. Итак, вот программа. Евклид через V. Нормально. У нас есть скан-ф. В скан-фе вот здесь обычно не пишут пробел, потому что модификатор %d съедает все лишние пробелы, и когда вы пишете здесь пробел, вы этот пробел начинаете требовать. Он у вас может неприятно вырубаться в определенных контекстах. Лучше лишние пробелы не писать, если они вам действительно не нужны. Скан-ф %d, %d лучше проверять количество считанных этих. У меня в этом контесте нет примеров с неправильными входными данными, но у меня в других контестах будут примеры с неправильными входными данными. Поэтому лучше проверять результат скан-фа всегда, чтобы это входило у вас в привычку. Просто написали скан-ф, проверьте результат. У нас еще будет такая же функция malloc. Из серии написали malloc, проверьте результат. Дальше. Вот здесь while true. И вот это довольно интересный метод. Дело в том, что вы будете смеяться, но в языке C без специальных манипуляций нет константы true. Чтобы получить в языке C константу true, нужно включать специальный файл, который называется stdbool.h. Он тут не включен. Поэтому здесь была ошибка компиляции true undeclared. Видите? First use in this function did you mean trunk? Мне кажется, очень смешно. Вот. А кроме того, давайте обратим внимание на алгоритм, который использовал человек. Я человеку уже, как сказать, попросил переписать. Тут нужно было писать вайл от единицы, если уж хотите. Но лучше, чем вайл от единицы, лучше писать просто for, две точки, for, точка с запятой, точка с запятой. То есть лучше писать forever, если хотите вечный цикл. Дальше. Обратите внимание, здесь используется вычитание. Все понимают, как это работает. То есть эта программа, она вообще, говоря, работает. Если заменить true на единицу, то это рабочая программа. Здесь нет ошибок. Написано не без таланта, я бы сказал. Почему это работает? Потому что до некоторой степени, до некоторой степени поиск остатка – это итерированное вычитание. Ну, согласитесь, как вы будете искать остаток отделения А на Б, если бы у вас не было операции деления по модулю? Вы бы вычитали, пока не перескочили ноль. Правильно? Вот. И здесь человек вычитает. Причем, обратите еще внимание, что для того, чтобы вычитание работало, на каждой итерации проверяется, что из них больше, и вычитается больше из меньшего. Причем вот этот алгоритм является до некоторой степени оригинальным алгоритмом Евклида. Собственно, Евклид предлагал как раз что-то такое. Это уже мы потом доработали. За многие тысячи лет человеческого прогресса. Так, давайте посмотрим еще что-нибудь. Это очень интересный пример. Давайте посмотрим ваш любимый compilation error, чтобы я вам его покажу, как он выглядит, чтобы вы больше его не делали. Он, по-моему, был вот здесь. Да, он был вот здесь. Так, давайте сейчас снова в новом окне. Опять-таки, не будем концентрироваться на том, кто написал. Будем концентрироваться на том, какие уроки мы можем из этого извлечь. Итак, вот программа. Здесь человек более честный. Обратите внимание, кстати, что вот в этой программе, давайте я еще раз вам ее покажу, в этой программе человек не слишком поверил условию. Он решил, что-то там какие-то on-site long-long непонятные не нужно. Напишу сначала для линтов, вдруг зайдет. Это иногда бывает разумно. Написать для известных вам типов вдруг зайдет. Здесь человек подошел к условию более скрупулезно и переписал для unsigned long-long. Обратите внимание на swap. Это swap. Вопрос. Это тоже одна из ловушек задания. На самом деле надо ли было делать этот swap? Что будет, если его не сделать? И правильный ответ – ничего страшного не будет. Если y больше x, то остаток отделения x на y – это что такое? Это x. И на следующем шаге вы перейдете к yx, так что y будет больше x. То есть вы от xy перейдете к yx, то есть он сам swap. Вот этот код можно вообще выбросить. Он не очень нужен. И в задании он не очень нужен. Но самое плохое здесь другое. Мы читаем сообщение об ошибке компилятора. И компилятор нам говорит вот что. Давайте я приближу, чтобы было видно. Он говорит ISO C90 forbids mixed declarations and code. Он говорит нам это здесь, когда человек пытается ввести переменную на строчке 42. и эта переменная, которую он пытается ввести, она тоже не должна быть здесь. По правилам C90 она должна быть в начале функции. И до сих пор в языке C на самом деле хорошим тоном считается объявлять все переменные в начале, определять все переменные в начале функции, потому что определяя все переменные в начале функции, вы сразу видите, сколько их у вас. Если их больше, например, шести, то, наверное, функцию стоит побить на две. Пожалуйста, в контестах будет стоять эта проверка. Поэтому, пожалуйста, учтите это, не попадайтесь на эту ошибку компиляции. Давайте еще кого-нибудь посмотрим. Разберем, кто еще что писал. Кстати, вот этот код, если мы пока останемся разбирать его, обратите внимание, здесь довольно хорошо написано, но как раз вот это Q должно быть объявлено вот тут, и это все должно быть просто long-long, и деление должно быть заменено на евклидовое деление. Все остальное нормально. Также обратите внимание, что здесь человек, который это писал, проверил результат скан-ф, но проверил асертом. Что, в общем-то, можно, но я уже говорил, что лучше просто if и под if аборт. Асерт у вас отрубится в n-дебаге. У меня есть контесты, где будет n-дебаг. Так, давайте еще что-нибудь посмотрим. Значит, давайте посмотрим чей-нибудь успех. Давайте посмотрим чей-нибудь успех. Открыть в новой вкладке. Да, вот это отлично. Давайте на это поглядим. Видимо, это следующая итерация того же, хотя нет, другого человека. Так, давайте на это глянем. мы видим, что здесь, во-первых, переписано на long-long, а во-вторых, человек применил хитрый трюк. Если х меньше нуля, то х – это минус х. Если у меньше нуля, то у – это минус у. Можно ли так делать? Кто за то, что можно? Да, почему нет? То есть, что называется, приведите пример, когда это не будет работать, да? Мы чисто математически можем привести пример, когда это не будет работать? Может быть, какие-нибудь краевые случаи типа int? Какой-нибудь минус int min? Какой-нибудь int min, да? В каком-нибудь int min это сомнительно, потому что int асимметричен. Но про устройство типа int и про то, в каких случаях здесь у нас могут быть проблемы, мы поговорим в другой раз. Я отложу этот разговор на потом. По большому счету, без этого краевого случая так делать, конечно, можно. Это довольно красивый выход. Дальше человек вставил не очень нужный своп, но, в общем, не беда. Кстати, почему-то можно. Странно, я, наверное, проверку не врубил. Окей, но если пропустило, значит, в этом контексте так можно, а нельзя только между этими. Нельзя только между переменными объявления вводить. И дальше здесь делается q дел, q, q равно x по модулю y, x равно y, y равно q. И человек проверил чек-инпут от scanf. Замечательно. Давайте посмотрим, сколько вообще людей справилось с задачей из группы. Должно быть где-то 5 или больше. Давайте, поднимите руки, кто справился. Я вас проще так пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Все самостоятельно или кто-то все-таки откуда-то скопипастил код? Ну, с вами. Ну, нет, это значит самостоятельно. То есть я же только идею говорил, я не говорил, как написать. Вот, хорошо. Вот, таким образом группа отлично себя показала на первом занятии. Вы разобрались с контестом. Я очень надеюсь, что вы не забросите это дома и попишите домашнее задание. В следующий раз мы продолжим разбирать язык си, потому что сегодня мы что разобрали из языка си? Только базовые вещи. Переменные типы функции цикла. Так, в следующий раз нам нужно будет обязательно дойти до массивов. И, значит, первый семинар, он во многом такой развлекательный. Сложные вещи о массивах, указателях и так далее, они будут где-то третий, четвертый семинар. На этом у меня на сегодня, наверное, все. Я вас даже на три минуты раньше отпущу. Я надеюсь, мы обычно так и будем делать. Вот. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok